Трудные места описания с библейским порталом Акзегет. Евангелие от Матфея, 5 глава, 34 стих. Это Нагорная проповедь, и здесь есть такой странный запрет. Вообще вся пятая глава состоит из очень странных утверждений, странных обещаний, странных запретов. Этот не самый, но достаточно странный. Я начну с 33-го, все на дальнем переводе читать. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». Это ссылка на Моисеев закон, понятно. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, и дальше 35-й, ни землей, потому что на подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Ну, в наше время, конечно, можешь, химия достигла очень больших результатов. Но здесь, конечно, не про это, а природный цвет волос. Наверное, и тогда могли покрасить чем-то, каким-то там, не знаю, соком растений или чем-нибудь еще. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», «а что сверх этого, то от лукового». А что плохого клясться? Вот до сих пор, между прочим, существуют ситуации, когда нужно клясться, и причем есть вот даже в христианских странах традиция клясться на Библии. Говорит правду и только правду в суде. Воинская присяга, когда будущий воин клянется исполнять приказы, служить своей стране и так далее. И более того, в армии даже такое правило, пока ты не принял присяги, ты, в общем, не солдат. Ты тебя даже и наказать как следует не могут. Но как только принял, вот тут уже дезертирство и все прочее становится действительно серьезным преступлением. Что плохого, что человек, призывая в свидетелей Бога, ну, в языческом обществе, наверное, каких-то богов, а в атеистическом обществе, допустим, какие-то высочайшие ценности. Я вот давал присягу советской армии. Кстати, если бы не давал, то было бы довольно плохо, потому что за отказ от присяги, как за отказ от воинской службы, в общем, сажали в тюрьму. Вот. И что плохого? Человек обещает исполнять, насколько ему это удастся, какие-то очень важные свои обязанности. А брачная клятва, когда вот тоже во многих культурах, и в светских, и в религиозных, вступающие в брак люди клянутся друг другу в любви, верности, в уважении, в том, что они не просто так на секундочку встретятся, а что они жизнь вместе будут строить свою. Между прочим, это многое значит для людей, которые всерьез к этому относятся. Что плохого в клятве, я вас спрашиваю? Тут рядом не убей, не блуди, там, я не знаю, еще что-то не делай, и тут же не клянись. Но это прям как-то совсем, да? Это что, вот после не убей, не клянись, это прям следующее такое же преступление? Вообще непонятно. Смотрите, а что такое клятва по сути? Человек говорит, ладно, все, что я до сих пор говорил, это так. Мало ли кто чего наболтал. А вот теперь всерьез. И свидетель этому Бог, или вы, дорогие товарищи, бойцы Советской Армии, или там, я не знаю, кто-то еще. Вот теперь я говорю всерьез. И, как правило, человек, который клянется, он дает как бы некоторый залог, да? Знаете, это формула «мамой клянусь», особенно в южных республиках любит так говорить. Мама самое дорогое. Человек как бы дает самое дорогое в залог. То есть, если я сейчас вру, пусть что-нибудь плохое случится с моей мамой. Или он призывает свидетелей кого-то, Богом клянусь, да? То есть, Господи, ты видишь, я перед тобой говорю, и это чистая правда. И Христос говорит, не землей, не небом, они не твои, не Иерусалимом. Ну, ладно, Иерусалим не мой, согласен. Не головой своей, потому что не можешь волосы изменить их цвет, да? Нет, ну, свою голову я-то могу положить в качестве залога. Я могу сказать, что отрубите мне голову, если я сейчас соврал, да? Но сам себе отрубить ее не могу. Ну, ладно, голову не могу, а выше там говорилось руку себе. Отруби глаз себе, вырви, это оказывается можно. А может быть, глазом или рукой можно поклясться, да? И тогда ты можешь исполнить эту клятву, если окажется, что ты соврал. Более того, там Высший Христос как раз и призывает отсеечь руку или вырвать глаз, если ты видишь, что они служат причиной для твоего соблазна, для твоего грехопадения. Все равно не очень понятно. Но мне кажется, что ключевой здесь момент, это да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. То есть, получается, что то, что Вы говорите, должно быть таким же, как если бы Вы клялись каждый раз. Не в особых торжественных случаях, а даже в простой бытовой беседе. Вы не можете изменить в этом мире ничего, да. Да, волос на своей голове. Но слова свои Вы можете изменить абсолютно свободно и произвольно. Правда? Я могу сказать любое слово. Я могу наврать, я могу сказать правду. И, по сути дела, он говорит правду. Вообще, отношение к клятве было довольно настороженным у разных людей. Встречалось у языческих и греческих мудрецов. Встречалось у евреев, относящихся к группе есеев. И, в общем-то, по той же самой примерно причине. Свободный, честный человек не нуждается в клятве. Клятва – это как бы обесценивание всего того, что говорится без клятвы. Ну, смотрите, если человек, допустим, должен какую-то сумму денег и говорит, а вот эти купюры мы проверим в банке на вот этой машинке, которая проверяет подлинность купюр, но только вот эти. А те не трогайте, те берите, как есть. Мы, очевидно, заподозрим, что он нам хочет всучить фальшивые деньги. Если только несколько купюр, он позволяет проверить. Если человек говорит, вот перед Богом, я, честно говорю, вот только это. А все остальное, пожалуйста, не спрашивайте меня, вот перед Богом это или готов ли я там своей головой поклясться, чтобы меня там тут же молния поразила, если я вру. То, очевидно, мы заподозрим, что он врет и в этом отношении. И, с другой стороны, смотрите, если человек пытается каким-то образом магически, а клятва, в общем-то, магия, по большому счету, управлять этим миром, и даже то, что ему дорого давать таким залогом для своих слов, в общем-то, он ставит и себя немножко на место такого маленького божества. И вот этого совершенно не нужно. Ты не можешь ни одного волоса сделать на себе белым или черным, но ты можешь свое слово сделать либо да, либо нет. Сделай же это. Ну, я предложу, может быть, свой перевод этого отрывка. Также вы слышали, что было сказано в древности предкам. Не нарушай клятву и исполняй все, в чем поклялся Господу. А я говорю вам, не клянитесь вообще никак. Не небом, ведь оно Божий престол, не землей, ведь она подножие для него, не Иерусалимом, ведь он столица великого царя. Не клянись даже собственной головой, ведь ты не можешь ни одного волоса сделать седым или черным. Простое ваше да пусть будет настоящим да, а простое нет, настоящим нет, а все прочее от лукавого. Ну, вот лукавый, который явно здесь понимается как враг рода человеческого, как дьявол, смотрите, он в любой добавке. Это такая экстремистская нагорная проповедь, да, вот как там вырви глаз, отбрось руку, как вот если сказал безумный своему брату, то же, что убил, подлежишь гиене огненной. Вот так же и здесь. Любое слово, кроме да, от лукавого. Знаете, очень часто доводится слышать, нет, ну я, конечно, тра-та-та-та-та-та-но. Вот как только начинается это но от лукавого. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok